В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Мы как-то так крепко застряли на Нагорной проповеди, но это ничего, куда нам торопиться. И в Нагорной проповеди Господь Иисус учил нас правильно понимать Бога, разбирая несколько заповедей из Ветхого Завета. Иисус учил нас правильному отношению к себе, к своим мотивам, к мотивам своих добрых поступков, рассматривая это на примере милостыни, молитвы и поста. А дальше в Нагорной проповеди он переходит к принципам нашего отношения к материальным ценностям, к материальным вещам, окружающим нас. К ним тоже надо правильно относиться. Среди людей встречаются и бессребренники, готовые раздать все. Я читал воспоминания Алексея Баталова. Я пришел из армии, вспоминает он, должен был вернуться в Амхат. Анна Андреевна Ахматова, ближайший друг дома, подарила мне некоторую сумму денег, полученную ей от переводов, чтобы я немного приоделся. Я отказывался, но она настояла. Горячо поблагодарив и пересчитав деньги, я поехал к комиссионному магазину и купил подержанную машину. Анна Андреевна, увидев автомобиль, сказала, очень хорошо, вам идет. С тех пор этот старый, но самый любимый москвичок назывался у нас Аннушка. Вот такие люди щедрые встречаются, да? Ну, встречаются и скряги, вроде Плюшкина из мертвых душ. Христос учил нас относиться к материальным ценностям без крайностей, скажем так. Относиться к ним правильно. И в Нагорной проповеди Господь формулирует четыре принципа нашего отношения к материальным ценностям. Мы их рассмотрим по одному. Сегодня рассмотрим первый принцип, прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу, с 19 по 21 стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Итак, первый принцип отношения к материальным ценностям. Определитесь с тем, что именно вы называете сокровищем или ценностью. Я помню, как в городе Пушкине гид рассказывала, что во времена царствования Елизаветы Петровны было модно покрывать внутренние покои дворцов и статуи золотом, ну, сусальным золотом. Поэтому все так и было украшено. Но когда на престол взошла Екатерина Великая, мода на золотое убранство прошла, и императрица приказала соскрести золото со стен и со статуй. И один из купцов попросил у императрицы позволения купить это золото. На что Екатерина ответила, неужели вы думаете, что я настолько бедна, чтобы продавать строительный мусор? Золото было выброшено. Конечно, все спрашивали гида, куда выбросили золото, но гид загадочно улыбался. Не знаю, было ли это на самом деле, или это байка, выдуманная гидом для привлечения внимания. Но так или иначе, Господь призывает нас определиться с тем, что мы называем истинным сокровищем, а что действительно можно счесть всего лишь строительным мусором. Как же нам определиться с тем, что можно называть истинным сокровищем? Христос дает три совета. Не сильно дорожи материальным. Не собирай себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Моль символизирует здесь недолговечность дорогих одежд. Ценности меняются, да, и подчас какие-то странные вещи становятся ценными. Золото, серебро. Странно. Бумага с высокой степенью защиты. В этом смысле мне очень нравится придумка Георгия Данелли в фильме Киндзадза. На планете Плюк высшая ценность – это спичка. Ржа, здесь говорит Христос, вообще символизирует всякое разрушение. Второй закон термодинамики работает в нашем мире. Все разрушается. Энтропия возрастает. Ну и воры – человеческий фактор. Все материальное у нас легко отнять. Господь подталкивает нас к мысли, что настоящей ценностью обладает то, что не разрушается, то, что вечно невозможно съесть моли, и то, что у вас не могут отнять воры или грабители. Христос говорит о том, что материальные ценности – они как мыльный пузырь. Мыльный пузырь может продержаться долго. Но, скорее всего, от чего-нибудь он все-таки лопнет, рано или поздно. И глупо рыдать о лопнувшем мыльном пузыре. Хотя, конечно, обидно. Ну и, конечно, вещи, к которым мы привыкаем – это не мыльный пузырь. Нам действительно нужны деньги для обеспечения деятельности. Я вон всякий раз прошу, чтобы мы собирали пожертвования. Это, конечно, нужно, потому что нужно что-то есть детям. Нужно чем-то платить за помещение, за электроэнергию. Но вот копить деньги, чтобы они у тебя лежали, и чтобы ты их считал истинным сокровищем – вот против этого предостерегает нас Господь. Да и жизнь тоже. Всем известно, что старый Рокфеллер зарабатывал в неделю более миллиона долларов, но на еду мог потратить всего пять долларов, потому что был болен и питался кашей, картофельным пюре. И не замечали ли вы, что быть богатым – значит обеднеть в каком-то другом плане? У меня сломался китайский ремешок на моих часах, поэтому на руке их сейчас вот нет. Кстати, тоже всё ломается. Но вот смотрите, вот часы у меня, мои просто электронные часы. Достаточно нам сказать – вот часы, они мои. И вместо того, чтобы использовать их для блага, зажать их в кулаке. Вот ты и рукой не можешь теперь пользоваться, и не сможешь посмотреть, который час. Вот какое отношение к богатству порицает Господь. То есть деньги, ценности должны работать во благо, а не должны быть объектом твоего накопления. Всё материальное либо сломается, либо устареет, либо испортится, либо будет украдено. Буквально всё, если не вложить его на пользу людям. И тогда останется эта польза. А вот это и есть самая главная ценность. Поэтому Христос продолжает второй его совет. Вкладывай деньги в небесное. То есть творите добрые дела. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Или царь скажет им в ответ истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ну или в первом послании Коринфянам. Вот церковь, да? На церковь трать свои деньги. Основание Христос, а ты дальше строй. Ты участвуешь в домостроительстве церкви. Только строй не из дешевеньких материалов, из дерева, сена, соломы, а из золота, драгоценных камней. То есть не вноси разделение в церковь. Поддерживай проповедь Евангелия, проповедь о кресте, которая для погибающих юродства есть. Вкладывай деньги в церковь вместо того, чтобы разрушать церковь, крича я Павлов, я Аполосов, внося разделение. Послужи единству церкви. Огонь будет испытывать твое дело. И если ты на дело единства церкви отдавал по остаточному принципу дешевенькие стройматериалы, все дело твоей жизни сгорит. А если на созидание церкви Христовой ты тратил действительно что-то ценное, то дело твое устоит и получишь награду. А нерадивый потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Ну и третий совет Христа. Производи постоянный мониторинг. Где находится сердце твое. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Один мой друг рассказывал, что он в 90-е годы был фарцовщиком. Ну, вернее, в 80-е еще годы был фарцовщиком. А в начале 90-х обратился к Богу. Ну, стал верующим и оставил фарцовку. И оставил он ее именно потому, что когда его однажды там арестовали, в камере, где он сидел, или в обезьяннике, я уж точно там не помню. Но, в общем, там лежал Гедеоновский Новый Завет. Он его наугад просто открыл, чтобы убить время, хоть что-то почитать. И наткнулся глазами вот на эти слова Христа. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И он говорил, что ему стало страшно в этот момент. Потому что сердце его, оказывается, лежит в кошельке. Самое главное в жизни для него были деньги. Ну, и давайте промониторим, где же сердце наше. Лежит на антресолях, где спрятана заначка. Там сердце ваше, то есть средоточие вашей жизни. Может быть, сердце ваше завалялось среди детских вещей. Может быть, сердце ваше на самом дне чиновничьего портфеля. Может быть, сердце ваше, покрытое пылью, валяется за кулисами артистического зала славы. Может быть, сердце ваше пылится в зачетке. Может быть, сердце ваше закопано на даче под самородиновым кустом. Может быть, оно лежит в кошельке. Или может быть, оно вмонтировано в чип вашей банковской карты. Проверьте, где сердце ваше. И если оно там, среди материального, среди того, что однажды сгорит вместе с землей и всеми делами на ней, как говорит нам Писание, то это очень и очень тревожно. Это означает, во-первых, что вы человек без сердца, потому что сердце ваше не у Бога и не в вас, а где-то там. А во-вторых, это означает, что и ваша судьба там же, где все сгорит. Хотите правильно относиться к материальным ценностям? Определитесь, что вы называете настоящим сокровищем, а что всего лишь средство для того, чтобы настоящее сокровище приобретать. Смотрите и не перепутайте. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok